Дорогие друзья, мы снимаем этот ролик для того, чтобы объяснить, почему мы начали выпускать новую модель, отказались от старой модели. Вся беда была в старой модели заключалась в том, что два колеса стояли в тандеме и при высоких скоростях переднее колесо улыблялось в почву, заднее приподнималось за счет этого коромысла. И получалось, что передний ряд у нас работал, задний ряд, он у нас выходил из почвы и не давал той глубины, которая нам была нужна. Слабое еще место было, это коромысла. Подшипниковый узел был, он был слабый. При работе в почве, при небольших движениях тракторов вправо-влево, получался излом. Из-за этого разбивало эту втулку. Перешли мы на новую модель для чего? Для того, чтобы каждое колесо сделать независимо, независимо друг от друга. И при любой неровности почвы они независимо друг от друга работают. И все колеса, которые по ширине, будут нивелировать все эти неровности. Мы поставили здесь шариковый подшипник двухрядный с разрезной внутренней, как на ступицах автомобилей, потому что они зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Вверху поставили мы два конических подшипников. Отказались от тулки металл по металлу. Почему? Потому что они не держали бы нормальную геометрию и износ большой. Здесь просто подшипники стоят две гайки, которые контрагаются для того, чтобы или подтянуть, или отпустить, чтобы этот блочок работал. Поставили пружину растяжения. Этого усилия достаточно пружины, чтобы всегда возвращать колесо в плоскость работы. Пружина служит для того, чтобы это колесо максимально прижималось к почве и заходило колесо в почву. Длина работы пружины порядка 40-45 миллиметров. При работе на очень неровных плоскостях почвы колесо поднимается и назад возвращается, не меняя расстояние, не растягиваясь и не ломаясь. Если задавливать гидравликой, то получается мы даем больше растяжения, чем положено на пружине. Пружина не возвращается в исходное положение или ломается. На это надо обратить внимание. Раньше пружины у нас стояли прижимные сверху. Они прижимали одну стойку двумя пружинами. Но здесь было движение металл по металлу. Здесь этого движения нет. Этого было достаточно. Что та модель, что эта модель выполняют одну и ту же функцию. Но это выполняет более качественно и более надежно и ремонтно, ремонтно способно. Потому что здесь стойка на трех болтах открутили, ступицу сняли, подшипники поменяли, если вдруг что-то. Здесь коромысло целый узел. Здесь очень сложно в простых условиях полевых этот ремонт осуществить. При малых скоростях, да, оно более-менее копирует неплохо, но при высоких, как я до этого сказал, оно не работает. Так что, если какие-то будут вопросы, можем еще пояснить. До скорой встречи, товарищи! Субтитры создавал DimaTorzok